Заработай голду для World of Tanks, выполняя несложные задания на своем мобильном устройстве. А также не забудь ввести специальный промокод. Вся информация в описании. Всем привет, ребята, на связи GrimOptimist. И буквально вчера вечером появилась крайне интересная информация о новой игре от WG, которая выглядит ни много ни мало как World of Tanks 2.0. Оказывается, уже довольно долгое время американское подразделение Wargaming Seattle разрабатывало некий онлайн-проект с участием разного рода современной боевой техники. Это как танки, так и разные другие единицы, ну и, помимо всего прочего, еще и вертолеты, друзья. Самое странное во всем этом, что по той информации, которая сейчас есть, этот проект никогда не увидит свет. Он разрабатывался в Wargaming Seattle, а потом его отправили на финализацию, скажем так, в Минск, где его в итоге и зарубили по каким-то причинам и решили не выпускать. Зато у нас сейчас есть, во-первых, презентационный трейлер, а также несколько минут геймплейных кадров, где можно оценить графическую составляющую, а также посмотреть на некоторые игровые механики, ну и в целом на геймплей вообще. На самом деле непонятно, почему так произошло, мы с вами можем лишь догадываться, и мы обязательно с вами повангуем, но, тем не менее, согласитесь, все это очень странно, ибо огромный штат сотрудников делал эту игру, им платили зарплату, тратились просто безумные деньги, и в итоге все это уйдет вот так вот в никуда. Если честно, почему-то мне слабо в это верится. Возможно, какие-то наработки уйдут в другой проект, но, знаете, я, кажется, догадываюсь, почему это произошло. Насколько известно, игру делали там около 4-5 лет, и мы с вами прекрасно помним, что за все это время вышло, например, Armored Warfare, которое поначалу дико кичилось, что у нас типа в World of Tanks только про современные машины, то и все, но в итоге у них не срослось. Игра была долгое время в крайне, скажем так, критическом техническом состоянии, и просто банально хреново работало, и люди не хотели в нее играть, потому что она тормозила, там было все криво, много багов, но и в итоге, когда они там более-менее стали все это поправлять, онлайн набрать нормально не удалось, то есть люди стали массово валить, это при очень агрессивной рекламной кампании, при вкладывании просто огромных денег в раскрутку, там, чего одна акция на голду World of Tanks стоит, если помните, я когда-то видео делал, но ничего не спасло. Насколько я знаю, в Armored Warfare игра сейчас крайне непопулярная, то есть даже тот же War Thunder ее рвет просто в хлам по онлайну и по популярности. Соответственно, сейчас игра под названием Excalibur, а именно так должен был называться не вышедший проект от WG, выглядит уже, знаете, как клон Armored Warfare, согласитесь. Это при том, что Armored Warfare на момент его анонса, первых каких-то кадров, выглядел как клон World of Tanks, то есть получается такой клон клона. Изначально идея звучала довольно неплохо, там, скажем так, да, и многих она заинтересовала, но, как мы видим, не зашла. И это уже причина задуматься, что Excalibur, да, с, ну, скажем так, сходным сеттингом, подобной тематикой может не зайти просто потому, что это очень похоже на Armored Warfare, который в итоге, ну, мягко говоря, не зашел, и успеха он какого-либо не получил. Да, понятно, что геймплей будет отличаться, вертолеты, я думаю, сильно поменяют все, возможно, будут какие-то, ну, совершенно другие механики, и даже невозможно, а точно, у нас есть примеры, там, таких вещей, как, например, слеповые какие-то там гранаты, я в этом не очень разбираюсь, есть там ПНВ и много чего еще интересного. Но все равно это выглядит, ребята, ну, кроме шуток, немного вторично. Этого нельзя просто отрицать, мне кажется, физически. И я уверен, что Wargaming в итоге подумали, что, наверное, ну, нет перспектив, то есть мы это выпустим, нам будет каждый второй говорить, что это клон Armored Warfare, это во-первых. Во-вторых, вряд ли люди побегут прямо, роняя кал, как это говорится, в нее играть. Ну, возможно, кто-то попробует, но ажиотажа не будет, хайпа не будет, понимаете, какого-либо серьезного. А это сейчас в наше время просто критический, то есть хайп должен быть обязательно, шоу нужно создать, нужно, чтобы был ажиотаж, а игра про современную технику, еще одна игра, подчеркиваю, про современную технику, вряд ли кого-то заинтересует. Вот если бы там была пехота, это другое уже был бы вопрос, это уже был бы какой-то закос под Battlefield, и там бы, наверное, было поинтереснее. Но игры, ребята, про танки и прочую технику, они так или иначе, с моей субъективной точки зрения, уже, ну, не то, чтобы в прошлом, но они устарели. Этот жанр, в принципе, показал все, что можно. И сейчас, в данный момент, вряд ли кто-то просто пойдет играть в еще одну игру про танки, потому что наигрались люди. Наигрались в World of Tanks, кто-то перешел в War Thunder, кто-то пробовал в Armored Warfare. И так или иначе, это все равно все примерно одно и то же. Похожие механики, сходный интерфейс, то-сё. И даже такие нововведения, как вертолеты, там, или ПНВ, или еще что-либо такое, да, они не способны вызвать у людей действительно настоящий интерес. И, как мне кажется, просто в ЭГ решили не позориться. То есть, понимаете, у них и так есть такая вот слава, что, грубо говоря, вот выпустили танки, они зашли, да, безусловно, это бестселлер, это крайне популярная игра, и как бы даже в книгу рекордов Гиннес она попадала. Да, сейчас там есть, понятное дело, куча проблем, хотя не всегда там были, на самом деле. И сейчас популярность уже, возможно, не та, но все равно World of Tanks это веха, да, это игра, которая вот показывает студию, показывает, на что она способна. Но потом были самолеты, которые провалились. Потом были корабли, которые, ну, не то что провалились, но рядом с танками их невозможно подставить, то есть, там совершенно другой порядок популярности. Были там еще попытки реинкарнировать Master of Orion, который, возможно, неплох, но он, опять-таки, не популярен особо. Гибрид Wars там выпускали, который вообще никому, по-моему, нахрен не нужен. И так далее. То есть, получается, студия, которая один раз стрельнула просто вот в десятку, да, она не может не то что повторить даже, она даже, ну, примерно даже рядом не может выстрелить уже. И, соответственно, то есть, выпуск еще одного проекта про танки, который, скорее всего, я уверен, не зайдет. То есть, максимум, на что он мог рассчитывать, это онлайн, там, в районе, там, 40-50 тысяч, что, в принципе, неплохо, но по меркам World of Tanks это ничто, да, практически. Просто, возможно, решили какие-то репутационные удары не терпеть. Чтобы не было вот этих разговоров, что, вот, опять обосрались, опять ничего не могут сделать, там, доят только World of Tanks, новые проекты у них не получаются. Вот, из-за этого, возможно, мне так кажется, решили отменить, наверное, в первую очередь. Вот, даже несмотря на потраченные деньги, в принципе, и все прочее. Кроме того, Excalibur выглядит довольно устаревшим уже, то есть, графика, ну, откровенно слабая, игра все-таки давно делалась, это, соответственно, нужно подтягивать движок, потому что даже обычная World of Tanks намного лучше выглядит сейчас на максимальной настройке графики, то есть, естественно, все красивее. То есть, придется опять вкладывать еще больше денег, и, еще раз говорю, возможно, ну, с большой долей вероятности это все не окупится, и, более того, только вред, наоборот, нанесет. Я думаю, Wargaming вот сейчас вообще жалеют, что они, например, самолеты выпустили, потому что это, ну, это, знаете, как такой объект для шуток, для такого злобного стеба больше. То есть, никакой пользы компании эта игра не несет, только сплошные какие-то вот такие репутационные удары, да. И, соответственно, то есть, еще одна такая игра, ну, она нафиг не нужна. Вот это мое мнение, почему так произошло. Возможно, я ошибаюсь, как бы я не утверждаю, что это правда, просто мне так кажется. Вот. Жалею ли я, что Excalibur никогда не увидит свет? Да черт его знает. Я вам честно скажу, игры про танки надоели. Я считаю, что если и стоит делать игры про технику и танки, и все прочее, то, безусловно, это должно быть нечто более широкое, чем сессионные бои, там, 10 на 10 или 15 на 15. То есть, надо, там, пехоту, что-то еще. Ну, вот, я показывал, как пример, герои генерала, есть игрушка такая, да. Она очень малобюджетная, у меня есть на канале ее обзор, посмотрите, кстати, обзор хороший, я очень старался, там, на полчаса с монтажом, как бы, со всеми делами. Вроде, там, людям нравится. И там проблема в том, что она очень малобюджетная, хреновая графика там, и она вообще такая, ну, леповатая, сыроватая, просто очень. Нечто подобное сделать на нормальном уровне, то есть, как бы, и это зайдет 100%, потому что Battlefield, он, так или иначе, не всем нравится, плюс он постоянно новый выходит, некоторые люди любят именно игры-сервисы, которые живут, там, по 5-6-7 лет. Соответственно, то есть, это могло зайти, но, еще раз говорю, игра, где ты смотришь на танчика третьего лица, и он стреляет, и по кнопочке shift, ты входишь в снайперский прицел, это уже прошлое. То есть, еще делать то же самое, как по мне, смысла нет. Ну, в общем, я думаю, вы поняли. Спасибо вам всем за внимание, пишите свои комментарии, ставьте пальцы вверх, и подписывайтесь на канал. Всем до скорого, всем пока.